В Майами врачей поймали на обмане государственной страховки. У Байдена вновь провели обыски. Каких льгот лишатся американцы в мае этого года? Уменьшат ли в США штрафы за просроченный платеж по кредитке? Знаменитый футболист Том Брейди объявил о завершении карьеры и готовимся к лету. Как всего за 400 долларов получить абонемент на неограниченные перелеты по Америке? Это был только анонс нашего сегодняшнего выпуска. Всем привет! Я Денис Чередов. Устраивайтесь поудобнее, новостей много. Как обычно в это время на YouTube-канале Бюро я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на Бюро. Ну а мы начинаем. В Нью-Джерси, в городе Нью-Арк, в результате ДТП погибла пятилетняя девочка. По словам очевидцев, мужчина с детьми переходил дорогу по зебре. И в какой-то момент на огромной скорости в них врезалась машина. После столкновения водитель скрылся с места преступления. Его до сих пор разыскивает полиция. Пока ни о каких арестах речи не идет. Другим темам сегодня агенты ФБР нагрянули в дом Джоу Байдена в Делавере. Однако через несколько часов появилась информация, что в доме Рехобот Бич никаких документов с грифом «секретно» найдено не было. Похоже, это первый в историю случай США, когда в доме действующего президента ФБР проводят обыск. Стоит уточнить, что дом, который обыскали сегодня, это летняя резиденция семьи Байдена на побережье океана. То есть бич-хаус, как говорят в США. Добавлю, что основной дом президента находится в Нью-Кастелл, все в том же Делавере. Напомню, что 26 января Национальный архив США выступил с официальным обращением к бывшим президентам и вице-президентам страны. Их просят перепроверить, не забыли ли они вернуть секретные бумаги после завершения работы в Белом доме. На сегодняшний день, напомню, документы с грифом «секретно» были найдены у Трампа, Байдена и Майкла Пенса. Эта история потихоньку вообще становится предметом шуток. Офисы Клинтона, Обамы и Буша-младшего заявили, что все бумаги президенты вернули в архив после завершения работы на посту президента. Сегодня же телеканал CBS опубликовал видеозапись допроса Дональда Трампа. В августе прошлого года бывший президент давал показания по делу о мошенничестве Trump Organization. Допрос проводила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Трамп сослался на пятую поправку Конституции и отказался отвечать на почти 400 вопросов. На записи хорошо видно, как Трамп изучает бумаги и на все вопросы говорит тот же ответ. То, что происходит на видео, называется депозишн, то есть есть допрос вне зале суда. Например, в офисе адвоката. Показания даются под присягой, и их можно использовать и в других уголовных делах. Трамп, конечно, выглядит хорошо. Мы продолжаем. В Майами на скамье подсудимых оказались двое врачей, которые, по версии следствия, заработали миллионы долларов на страховке Medicare. Суд присяжных сегодня согласился с доводами следствия и признал врачей виновными в совершении преступлений. По данным Минюста, мошенническая схема выглядела так. Пациенты со страховками Medicare обращались за помощью к терапевту Дину Зусмеру и хирургу-ортопеду Лауренцу Александру. Оба доктора принимали людей в Майами. Врачи назначали пациентам обследования, в которых они на самом деле не нуждались. Псевдобольные пациенты проходили обследования в медицинских офисах, которые тоже принадлежали обвиняемым. За все процедуры, конечно же, платила государственная медстраховка. Таким образом и таким обманным способом два врача заработали 31 миллион долларов. Дину Зусмеру предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в мошенничестве в сфере здравоохранения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Его коллега за ложные показания может отправиться за решетку максимум на 5 лет. Приговор обоим фигурантам громкого уголовного дела вынесут 20 апреля. Белый дом 11 мая отменит режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Об этом сегодня заявили в администрации Байдена. Это, с одной стороны, формальный и показательный жест. Символ того, что Америка пережила самый страшный период пандемии и двигается дальше. Но есть и вполне конкретный смысл этого решения. После отмены режима чрезвычайной ситуации прекратятся финансовые выплаты. А также прекратить действия скандально известный раздел 42, который ограничивает доступ в США соискателей политубежища из Мексики. Республиканцы требуют отменить режим ЧПМ немедленно. Говорят о том, что каждый день и каждый месяц такого режима – это огромные бюджетные расходы на всевозможные выплаты и пособия. Но Белый дом утверждает, что нужно время, чтобы подготовиться, иначе во многих сферах наступит хаос. Напомню, режим чрезвычайной ситуации президент Трамп объявил 11 мая 2020 года. Это позволило выделить из бюджета огромные суммы на поддержку американцев. Ну и что мы теперь потеряем? Каких льгот лишимся? Вопрос на самом деле очень важный. К нам сейчас присоединяется экономист из Нью-Йорка Михаил Печерский. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Так, ну что потеряем? Чего лишимся? Каких выплат? Как это отразится на жизни рядовых американцев? Для тех американцев, которые не болеют, наверное, никак не отразится. Это больше всего отразится на тех американцев, которые будут продолжать болеть с ковидом. А мы уже на сегодняшний день понимаем, что ковид – это как грипп, он с нами надолго. К счастью, результаты болезни все-таки не такие сильные, как это было в самом начале, но это все равно заставляет вас оставаться дома. Кто-то должен платить достаточно много денег, людям придется тратиться на то, чтобы проверять себя, на тестинг. Это тоже повлияет. Кроме всего прочего, поскольку мы выходим из такого режима помощности, что у нас необходимо, что ковид есть, как бы пандемия продолжает. Даже если это официально не признается, то пандемия закончилась. То есть как только выходят эти новые регуляции, то государство официально признает, что пандемии больше нет, и люди сами в состоянии бороться с последствиями того, что происходит. Это значит, что автоматически все эти выплаты, которые были, все эти планы, которые были, все эти дополнительные траты, которые делали дополнение к обычным, допустим, бенефитам по безработице, все это автоматически уходит, и уже никто не может требовать государству. Насколько я понимаю, их уже не платят, но в принципе, даже если будет в каком-то штате какая-то вспышка пандемии, государство за это не будет нести никакой ответственности. Ну то есть получается, все это как бы обнуляется, возвращается в допандемические времена. Да, но на самом деле, просто чтобы вы представили, насколько это обнуление стоило. Я даже не представляю. Трудно сказать, сколько она стоила американской экономики, наверное, триллионы-триллионы долларов, но вот американскому правительству это стоило 4-6 триллионов долларов. То есть это такое дорогое обнуление произошло. И вполне возможно, что это стоило прекратить раньше. Вот я и хотел спросить, вы как считаете, может быть, все-таки пораньше нужно было уже возвращаться к допандемическим временам? Есть такая хорошая поговорка, что hindsight is always funny, funny. Когда смотришь назад, как бы оно виднее, всегда лучше. А все-таки, когда это происходило, достаточно много людей пребывало в панике, и население было разделено на две части. Одна часть была в панике, а вторая пыталась не обращать внимания на то, что происходит. Ну и миллионы смертей, да, не забываем. Да, и при этом миллионы заболели. То есть при этом и те, и другие были неправы, потому что воспринимали все слишком уж так эмоционально. А правда было где-то посредине. Но сейчас об этом трудно говорить. Государство сделало то, что они считали сделать. Они пытались, с одной стороны, побороть пандемию, а с другой стороны, уменьшить негативные результаты своих собственных действий от того, что они пытались бороться с пандемией. В итоге все равно миллион человек и людей проболело. Умерли, да, миллион. Достаточно большое количество умерли. И мы все это заплатили 4-6 триллионов долларов. И на этом заработали технологические компании, которые, чьи акции выросли, потому что все вдруг решили сидеть дома. На этом заработали, естественно, Джамсон и Джамсон, и Pfizer, которые сделали вакцину, за которую платило государство. За это заработали компании, которые производили вот эти вот коробочки, которые мы все получали бесплатно по почте, тестеры. То есть на этом, на самом деле, заработало огромное количество американцев, которые не должны были работать, но при этом государство им вернуло деньги. То есть не надо забывать, что то, что государство сделало, как ни странно на сегодняшний день это звучит, это, в принципе, помогло людям, которые работать не хотели. По какой-то причине. Это также помогло очень плохим бизнесменам, потому что из бизнеса выходили не те компании, которые плохо работали, а выходили те компании, которые по какой-то причине решили не пойти к правительству и не сказать, что мы не можем работать и законы. То есть мы с этим будем еще разбираться достаточно долго, пытаясь понять, что произошло. Я уверен, что будет достаточно много криминальных представителей, тех людей, которые незаконно все это сделали, и людям придется возвращать какие-то деньги, которые они взяли, тоже незаконно. Но самое главное, наверное, результат того, что они делают, это то, что все-таки это прекратится. Вот это как бы ненормальность, а это действительно ненормальность. Она все-таки прекратится. Да. Ну так окончательно, не знаю, бесповоротно ли, но 11 мая. Но еще вот, Михаил, одна экономическая новость, очень важная. ФРС сегодня объявила об очередном повышении процентной ставки. Она поднимается на четверть процентного пункта. Это происходит уже восьмой раз за год. Процентная ставка установлена в диапазоне 4,5-4,75. Добавлю, что процентная ставка влияет на все сферы экономики. Ставки по ипотеке, автокредитам и даже на ставки по обычным кредитным картам. ФРС с помощью повышения процентной ставки пытается справиться с инфляцией. Чем выше ставка, тем дороже кредиты. Ну и наша жизнь получается. А значит, вы уже не так охотно прокатываете свою карту в магазине, меньше тратите, и это в конечном итоге замедляет рост цен. Михаил, вопрос такой. Вот то, что я сейчас сказал, правильно я все понял или нет? То есть действительно ли теперь будешь еще чаще задумываться, прокатывать ли свою кредитную карту где бы то ни было? Ну, на самом деле, если вы по прошествии 30 дней эту карту выплачиваете, то бояться вам нечего. Не выплачиваю. А тогда хуже. Надо выплачивать. Спасибо. Пожалуйста. Это бесплатный совет абсолютно. Да, да, да. Но мы можем тут обратиться, что вообще мы как бы готовы всегда к вашей помощи. Если вы хотите нам помочь, то всю информацию вы найдете в описании к этому видео. Да, продолжай. С точки зрения того, что произойдет и то, что происходит, на самом деле повышение ставки ожидалось, поэтому это никого не удивило. Были страхи, что ставка повысит больше, чем повысили. Не на четверть процента, а на полпроцента, как минимум. А то, что повысили на четверть, это говорит о том, что период высокой инфляции, он уже проходит потихонечку, но проходит. В этом году, скорее всего, инфляция упадет еще больше. Это хорошая новость для всех. Упадение инфляции не значит, что упадут цены. Значит, что цены перестанут расти так быстро, как они росли в прошлом году. Также были сообщения, которые вы не сказали, это, которые тоже с этим связаны. Повышение, допустим, стоимости труда, повышение порядка 7,3%. Это значит, что американцы стали зарабатывать на 7,3% больше, чем по сравнению с прошлым годом. То есть это сопоставимость той инфляции, которая произошла. Поэтому страна проходит через период как раз примерно о том, о чем мы говорили до этого. Вот эти 4,6 триллионов долларов, которые были потрачены, непродуктивны, на самом деле. Они именно и ответственны за инфляцию, которая сейчас у нас была, и ответственны за более высокий процент. Один из неприятных результатов этого процента заключается в том, что по всей стране на сегодняшний день заметно понижение цен на дома, поскольку цены на дома в прямую связаны с процентной ставкой на монтаж. То есть в Америке действительно все связано. Последнее, что я скажу, не забудьте, что мы общество, которое зависит от кредитов и от кредитоспособности. Чем выше процент, тем меньше денег ты можешь удолжить, потому что больше приходится выплачивать. Поэтому, когда процентная ставка растет, это хуже не только для людей, но это хуже еще и для экономики, поскольку экономика, по идее, должна расти милее. Да, ну будем следить, на самом деле, за развитием событий и в этом направлении тоже. Спасибо вам огромное. Экономист Михаил Печерский был сегодня вместе с нами на YouTube-канале Бюро. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Еще раз вернемся к кредитным картам. Наверное, каждый из нас хотя бы раз забывал вовремя сделать платеж по кредитке. Обычно американские банки за это берут штраф от 35 до 41 доллара. Так вот, администрация Байдена хочет запретить банкам выписывать такие большие штрафы за просрочку. Американское бюро финансовой защиты предлагает установить универсальный штраф для всех банков. Это 8 долларов. Добавлю, что Белый дом готовит целый пакет подобных нововведений. В частности, администрация собирается разобраться с авиакомпаниями. Какие сборы и за что они включают стоимость билетов. Редакция Бюро узнала об ужасной истории, которая произошла в одной из больниц Нью-Йорка. Мужчину, который получил серьезные травмы, почему-то не прооперировали в операционной. Более того, медики забыли врань губку. Ну и сегодня мы решили выяснить, а как можно ли в таких ситуациях, в принципе, засудить больницу и как себя правильно вести. Вот об этом прямо сейчас поговорим с адвокатом. К нам присоединяется Таня Гендельман из Нью-Йорка. Таня, здравствуйте. Здравствуйте. Таких ситуаций и проблем, я думаю, возникает очень много. Неприятных, ужасных историй. В принципе, можно ли в таких случаях засудить больницу? Да, больницу можно засудить, если есть повреждения, ну очень серьезные повреждения. То есть это классический случай в том смысле, что такое, я не хочу сказать, что часто бывает, но бывает, что забывают, обычно забывают какой-то предмет в ране. То есть или губку, или бату. А бывает, что вообще ножницы забывают или какой-то инструмент. И что дальше делать? То есть ты понимаешь, что это грубейшая врачебная ошибка. Правильно я квалифицирую такое дело? Да, это, конечно, это квалификация. Подходит к квалификации медицинской ошибки. Значит, как правило, что делается в таких ситуациях? Ну, клиент, потенциальный клиент приходит к нам. Мы запрашиваем медицинский рекорд или просим клиента, чтобы он взял рекорд, так быстрее получается. И потом это не стоит денег. Обычно госпиталь отдает самому пациенту рекорд бесплатно, как правило. И после чего мы изучаем этот рекорд, его подробно читаем, выясняем, что там конкретно случилось. После чего отдаем своему медицинскому эксперту, и он уже делает свое заключение. На основании этого мы уже решаем, идти в суд дальше или не идти. Имеет ли смысл, так сказать, начинать и потом продолжать это дело. И сможет ли, соответственно, зависит от того, сможем ли мы получить компенсацию для нашего клиента. Смотрите, ситуация такая. Например, если совершают ошибку в медицинском учреждении, в больнице, врачи, после этого становится плохо пациенту, в дальнейшем возникают какие-то осложнения. Но позже ему делают повторную операцию и исправляют эту ошибку. Как вы, как адвокат, рассматриваете вот такую вот историю? И можно ли пойти с такой историей в суд и добиться какой-то компенсации? Да, зависит от того, насколько серьезные повреждения после того, как сделали вторую операцию, и насколько человек страдал до, скажем, второй операции. Часто бывает, что ошибка очень серьезная, и даже повторной операции недостаточно. Иногда бывает, что люди проходят, не дай бог, там три-четыре операции, даже больше. Конечно, при таких обстоятельствах имеет смысл судиться с госпиталем, и очень хороший шанс, что да, мы получим компенсацию, причем большую, достаточно большую сумму. А если все-таки, ну, мы не говорим о каких-то серьезных, да, последствиях ошибки врачей, то есть, в принципе, была исправлена, да, эта ошибка во второй раз, тогда что? Тогда нет смысла судиться? Скорее всего, что нет смысла, потому что расходы на медицинского эксперта могут быть больше, чем сумма компенсации. Потому что вопрос медицинской ошибки – это борьба двух экспертов, да, то есть эксперт от госпиталя и наш эксперт. И с той, с другой стороны, это очень, это просто очень дорого стоит, вообще судебные издержки, все, что касается медицины, стоят очень дорого. То есть, любой эксперт, там нужны медсестры, врачи, причем они очень высоко квалифицированы, они берут очень большие деньги. Поэтому тут это во многом, это не медицинский вопрос, а именно экономический вопрос. Ну вот как раз возникает вопрос, просто интересно, произошла эта ошибка, да, например, я считаю, что врачи неправо допустили эту ошибку. Со мной находится друг, подруга, кто-то из близких, нас двое-трое человек, когда это все случилось. Но со стороны больницы свидетелей получается намного больше. В принципе, там могут поговорить с сотрудниками больницы, которые, естественно, станут на сторону медучреждения, людям нужно продолжать дальше работать и так далее. То есть это тысячи людей, которые будут по ту сторону находиться, да, и защищать права больницы. Как в этой ситуации, в принципе, доказать свою правоту в суде? Да, это все в основном идет через медицинские рекорды. Судится тот доктор, который, ну, и может быть, там медперсонал, который принимал непосредственную часть в самой ошибке. Ну, в основном это все идет через медицинские рекорды. То есть у каждого пациента есть рекорды, как только он зашел в госпиталь и до того момента, как его оттуда выпустили. Ну, то есть там будет указано, что что-то медики забыли в ране. Да, безусловно, должно быть указано. Плюс последующее лечение тоже покажет, что было предыдущим лечением и были ли какие-то ошибки сделаны. То есть это очень важно. Весь медперсонал, они держат очень подробные рекорды. А вот если запросить, например, ну, если начнутся разбирательства, да, расследования, попросить записи с камер наблюдения, и там же наверняка можно будет увеличить их, как в детективах, да, и посмотреть конкретно, что же пошло не так, да, где допустили медики ошибку. Такое возможно? Скорее всего, что нет, потому что... Опять нет, невозможно ничего доказать. Нет, доказать можно, я ещё раз говорю, через экспертов и через медицинские рекорды. Что касается видео, то вопросы медицины, это вопросы, то, что называется, privacy issues. То есть человеку не должны делать видео, да, потому что это личное дело каждого индивидуального. То же самое, как никто не имеет права фотографировать вас лично в вашем доме. Ну, то есть частная собственность, частное пространство, личное пространство. Да, личное пространство очень охраняется, особенно, как бы, в медицинских ситуациях, это очень-очень большая privacy issue. Поэтому видео здесь, как бы, не должно существовать вообще. Да, ну, ещё возникает всё-таки вот около медицинская тема, это взаимоотношения, да, пациентов и врачей. Очень часто мы, да, например, записываемся на приём к тому или иному врачу и не знаешь, как себя вести. И вот если у тебя есть подозрение, что врач, быть может, в этот момент при вашем общении что-то делает не так, или ты подозреваешь его, что он профнепригоден, предположим, да, и делает что-то неправильно. Как это зафиксировать вот в этот момент? Снимать на телефон, не знаю, записывать аудио, да, сделать аудиозапись. Как это фиксировать? Или что делать в таких ситуациях, чтобы ещё и себе не навредить? Потом врач на тебя в суд подаст. Да, нет, я просто всегда советую, что если есть какое-то подозрение, что вас неправильно лечат, или что-то врач делает не так, обязательно просто надо пойти и получить второе, то, что называется, саконопение, пойти к другому врачу с этой же медицинской проблемой и получить второе мнение. Хорошо, то есть не нужно там спорить на месте, да, что-то снимать? Нет, это как бы, ну, доктор как бы имеет свою позицию, да, он, поэтому он и доктор. То есть самое простое, самое правильное для пациента – это просто спокойно уйти, не надо там, так сказать, качать права, потому что всё равно это бесполезно, ну, в принципе, бесполезно. Просто получить второе мнение. Вопрос, да, вопросов на самом деле много. Что сложнее, в принципе, пациенту судиться с крупными медицинскими учреждениями больницы или с частным офисом, да? В чём здесь особенность? Может быть, размер компенсации другой, вот из вашего опыта? Да, нет, ну, госпиталь, конечно, это, ну, опять же, тут нету лучше больше, потому что в зависимости от того, к кому ходил пациент и кто сделал эту ошибку. Обычно в госпиталях это частые ошибки, к сожалению, совершают хирурги, вот, поэтому это будет и доктор, и госпиталь, которые, то есть это будет, скорее всего, двойная… У доктора своё страховое покрытие, и у госпиталя своё страховое покрытие. Поэтому, конечно, чем больше денег, тем, соответственно, больше возможности получить максимальную компенсацию. Ну, а получается, что с частным медицинским офисом проще всё-таки судиться, или нет? Оно может… Или наоборот? Проще, оно не проще, оно может быть немножко быстрее, потому что это не, это как бы, может быть, один доктор, а не целая группа докторов, которые в госпитале. Но, в принципе, особой разницы нет. Процесс один и тот же, что против госпиталя, что против частного доктора. Да, просто у меня вот закрылась мысль, мы уже с вами не первый раз говорим именно, да, о медицинских проблемах, о том, что может с тобой произойти и в больнице, и у доктора. Но вот такое ощущение, что если чего-то глобального и ужасного не произошло, в принципе, доказать там и защитить свои права вряд ли получится, да. Вот, не знаю, у меня такое впечатление, что если это какая-то мелочь или там какой-то конфликт, то вот пойти в суд и там что-то доказывать не стоит, потому что потеряете много денег и времени, да? Абсолютно не стоит, потому что, ну, врачи это как бы сильная организация, да, у них серьезные лаби, и потом они должны заниматься медициной, а не судиться. То есть только при серьезных каких-то проблемах, которые получил пациент, тогда, конечно, имеет прямой смысл. То есть это то, чем мы занимаемся, и если есть проблема, если она как бы того стоит, то, безусловно, надо обращаться в юридические офисы и смотреть, возможно ли компенсация. Да, и вот как раз хотел спросить про компенсацию. Если все-таки, не дай бог, на всю жизнь тебя оставили инвалидом, можно ли получать эту компенсацию всю жизнь, да, если через суд, например? Да, это зависит от того, какой финальный договор, да, между страховой компанией и адвокатом страховой компании, и нашим клиентом. То есть у меня были такие случаи, когда предлагалось больше суммы компенсации, но из того расчета, что они не сразу одну из суммы платили, а развивалась эта сумма, там, предположим, на какое-то количество лет. Тогда получается, что человек, может быть, не на всю оставшуюся жизнь, да, но, может быть, на последующие, там, скажем, 10 лет будет получать каждый месяц определенную сумму денег. Да, еще один вопрос, он связан, естественно, да, с опять медицинской проблемой. Если все-таки, например, близкие или друзья считают, что больному человеку была сделана, там, неправильная операция, да, была совершена ошибка, ну и этот, к сожалению, человек сейчас, твой близкий человек находится без сознания. Как действовать в таких ситуациях? Оформляют ли какие-то документы? Кто будет представлять этого человека? Может ли просто близкий друг, например, представлять, а не обязательно прямой родственник этого пациента, представлять интересы в суде? Ну, дело в том, что при таких обстоятельствах, если человек не в состоянии, так сказать, подписывать документы, да, то если он уже никогда не будет, к сожалению, в состоянии, что называется, да, incapacitated в английский, то тогда это отдельное, это нужно отдельно подавать документы в суд. Скорее всего, это от родственников, но если нет родственников, может быть, близкие друзья или, опять же, адвокат, который представляет интерес этого человека, идти в суд и просить опекунство. Это единственный вариант, как это можно сделать. Так, ну все-таки надо на позитивной какой-то ноте закончить. Я хочу сказать, что по статистике, если я правильно понимаю, я тут изучал сегодня, очень мало врачебных ошибок на самом деле в Америке, да, совершают медики. А какие у вас данные? Вы просто тоже, мне кажется, про это говорили. Ну, на самом деле ошибок много, но мало из них, которые идут как бы до конца и идут в суд. То есть это процентам отношений, наверное, не так много, как на самом деле происходят ошибок. Потому что это серьезный, длительный и очень дорогой процесс, но, опять же, я всем потенциальным клиентам говорю, обращайтесь, мы посмотрим, есть ли смысл продолжать, то есть начинать и продолжать ваше дело. Если есть смысл, то, конечно, тогда выгрема большой компенсации. Да, еще люди, многие же боятся обращаться к адвокату, что, не знаю, об этом узнает кто-то, да, о твоей проблеме. Это вообще отдельная тема для разговора, я так думаю. Да, это отдельная тема, но я всегда говорю, мне не нужно, если ты пострадал, в Америке такое законодательство, то, что если кто-то виноват, и ты пострадал, ты имеешь право получить компенсацию, такое законодательство, почему бы им как бы не воспользоваться. Ладно, это мы действительно в следующий раз, надеюсь, поговорим. Главное, чтобы мы были здоровы на самом деле. Спасибо огромное. Адвокат Таня Гендельман была сегодня вместе с нами на YouTube-канале Бюро. Берегите себя. Спасибо вам. Будьте осторожны, если вы используете глазные капли компании Эзри Кэйр. Именно в них специалисты нашли опасную инфекцию. Известно, что как минимум один человек скончался после использования этих капель. Еще трое жителей США ослепли. CDC не рекомендует использовать капли Эзри Кэйр, так называемые искусственные слезы, так как они могут быть связаны с заражением бактерии синегнойная палочка. Она устойчива ко многим антибиотикам. Не менее 50 человек в 11 штатах обратились за помощью к врачам. У них обнаружили эту инфекцию. Все они пользовались этими каплями. Но вот в открытых флаконах медики также обнаружили наличие этой бактерии. Закрытые емкости пока не проверялись. Сотрудники CDC сейчас проводят расследование. По одной из версий, инфекция попала в капли во время их производства. Теперь новость для любителей американского футбола. Надеюсь, такие есть среди наших зрителей. Том Брэдди, 45-летняя звезда команды Tampa Bay Buccaneers, которого многие считают одним из величайших игроков NFL всех времен, объявил о своем уходе из спорта. Брэдди сообщил об этом через Twitter. Интересно, что ровно год назад Брэдди уже объявлял о завершении карьеры, но через месяц передумал. На этот раз спортсмен обещает, что уже точно прекращает карьеру. Кстати, на следующей неделе, 12 февраля, главное американское спортивное событие – Супербол. Канзас-Сити Чифс против Филадельфии Иглс. Мы про это еще, естественно, расскажем. Ну а вы пока напишите нам в комментариях, насколько вам вообще интересны такие вот спортивные темы. Другим новостям. Житель Техаса решил покорить не только Америку, но и, похоже, весь мир. Он превратил себя в монстра. 61-летний легион Тиамат Медуза, ранее известный как Ричард Эрнандес, работал банкиром, но решил все бросить и осуществить свою давнюю мечту. Мужчина трансформировал тело до неузнаваемости. Как вы можете видеть, на его теле и лице огромное количество пирсинга. У него двойной язык, импланты и татуировки. На операцию он потратил около 80 тысяч долларов. Теперь Техасец требует обращаться к нему местоимением «Они», так как считает себя первым в мире бесполым драконом. В общем, как вам вот такой вот образ? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну и не забывайте нам писать, откуда вы нас конкретно смотрите. Таким образом, мы будем уделять больше внимания новостям именно вашего штата. Ну а теперь давайте вместе готовиться к лету. У меня отличная новость для тех, кто любит путешествовать. Представьте себе, что вы можете летать в любое время летом или даже целый год по одной фиксированной цене. Авиакомпания Frontier запускает программу Go Wild Pass и предлагает летний абонемент всего за 400 долларов, который позволит вам летать сколько угодно в период со 2 мая по 30 сентября. Ну, конечно, в праздники такая акция действовать не будет. Количество абонементов ограничено, так что заходите на официальный сайт Frontier и следите за обновлением информации. Сотрудники перевозчика предупреждают, есть вероятность, что на рейсы, которые вы захотите забронировать и совершить полет, не будет свободных мест. Рейсы можно бронировать и подтверждать только за день до вылета для внутренних рейсов и за 10 дней до вылета для международных рейсов. И еще одна деталь, Frontier не всегда вылетает из крупных аэропортов. Очень часто авиакомпания использует аэропорт Трентон в Нью-Джерси и международный аэропорт Стюарт, который находится недалеко от Нью-Йорка. Если купите такой абонемент, напишите нам об этом в комментариях. Все-таки интересно, а правда ли, что стоит он всего 400 долларов? Или это очередной рекламный трюк? Сегодня в Руклине, в районе Бенсон-Хёрст, прошла ярмарка вакансий для украинских эмигрантов. Более 70 компаний предлагали вакансии. Если вы там были, напишите отзыв об этом, как все прошло, нашли ли вы работу. Ну а на нашем YouTube-канале сегодня вышел новый выпуск рубрики «Надо валить». С адвокатом я обсудил много актуальных вопросов и проблем, в том числе о возможности продления гуманитарного пароля. Обязательно посмотрите этот выпуск, мы его сегодня уже выложили. На этом все. Я Денис Чередов. Благодарю каждого, кто смотрит наши выпуски. Напомню, что здесь, на YouTube-канале Бюро, каждый вечер мы рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. Еще у меня есть телеграм-канал Чередов Нью-Йорк, поэтому подписывайтесь. Спасибо вам огромное. И не забывайте, что мы всегда рады вашим пожертвованиям и донатам. Кнопку «Суперспасибо» вы найдете под этим видео. Также вы можете стать нашим постоянным спонсором. Все подробности есть в описании. Спасибо вам и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok